Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Заканчивается первая декада августа и подошла пора собирать баклажанчики. Некоторое количество баклажанов уже было собрано. Было собрано всего штучек, может быть, пять для собственных нужд, самые первые баклажаны. А сейчас уже баклажаны снова наросли, их довольно много, и пора их собирать. И можно подвести некоторые итоги выращивания баклажанов в этом сезоне. Вот это моя скромная грядочка баклажанов. Баклажанов выращиваю немного. Честно скажу, это не самая любимая моя культура. Но небольшое количество все равно каждый сезон находит место на моем огороде. Тем более, места теперь достаточно. И вот что можно сказать про баклажаны в этом довольно сложном, холодном, особенно в начале лета сезона. Баклажаны сначала очень сильно отставали, а сейчас пришла такая сильная жара, что им очень тяжело, приходится даже прикрывать. И это тоже, конечно, создает некоторые сложности. Ну, как бы ни было, баклажаны завязали немало плодиков. Особенно хорошо показали себя гибриды Бибо. Это вот беленькие баклажанчики. Они очень симпатичные. И урожай, ну, не то чтобы большой, но более или менее нормальный. Рядышком баклажаны сорта Вера. Это очень старый, надежный, проверенный сорт. Возможно, не очень большой урожай дает. Но зато каждый сезон он радует своими плодиками. И плодики неплохие. Хорошо показал себя гибрид Эпик. Ну, он каждый сезон хорошо растет. Про него плохого сказать ничего нельзя. Вырос нормально. Вот такие у него плодики. Вот это сорт баклажанов Алмаз. Он довольно низкорослый. Но, тем не менее, некоторое количество плодов на нем тоже есть. Должен заметить, что в этом сезоне появились на баклажане колорадские жуки. И вот сейчас еще даже единичные личинки, вот они есть. Их немного, но все-таки они попадаются. Вообще-то это редкий случай. Обычно их не бывает. К счастью, их немного. И собираю их вручную. Что еще хочу сказать. В этом сезоне попробовал снова гибрид баклажанов Кларинда. Огородники знают, что это очень хороший гибрид. Очень хорошие плоды у него. Хорошо растет. Потом он на некоторое время исчез. Вроде его сняли с производства. И вот он вроде бы снова появился. Нашел семена, купил, посеял. И вот, к сожалению, это единственный гибрид баклажанов, который практически не завязал нормальных плодов. Плодики есть, но они совсем маленькие. Кустики больные, чахлые и росли не очень хорошо. Вот один куст вообще почему-то погиб. И практически со всей Кларинды у меня вот один единственный маленький плодик. Ну, к примеру, рядом вот и пик. Выглядит, ну, не в пример, лучше. Ну, делать нечего. Кларинда, конечно, хороший сорт. Ну, такие стечения обстоятельств бывают. Сейчас баклажанчики будем убирать. Останется еще некоторое количество маленьких. Может быть, потом еще будет сделан второй сбор баклажанов. Итоги сезона можно подвести следующие. Ну, в целом, баклажаны для такого сложного сезона выросли нормальные. Во всяком случае, нам хватит. Много их не нужно. В основном их используем в свежем виде и для заморозки. Так что, конечно, этот сезон не самый удачный для баклажанов. Но все-таки плодики есть. И жаловаться грех. Могло быть еще хуже. Так что баклажанчиками в целом можно сказать, что я доволен. Тем более, еще некоторое количество еще нарастет. Вот такой скромный разовый сбор баклажанов. Они помытые, сейчас подсохнут и будут готовы к дальнейшему использованию. Отобрал несколько плодиков, чтобы показать более тщательно некоторые сорта и гибриды. Вот это гибрид Бибо. Вот такие баклажанчики. Огородники очень хорошо знают этот гибрид. Беленькие. Ну вот в этот раз он вырос очень хорошо. Также очень хороший гибрид Эпик. Вот он. Вот такие плоды очень симпатичные. Есть покрупнее, есть немного помельче. Но их довольно много. Для такого сезона тоже показал себя очень хорошо. Гибрид Эпик. А вот это сорт Алмаз. Плоды у него может быть не очень крупные, но очень симпатичные. Крепенькие, ровненькие, гладенькие вот такие. И хотя и не очень большое количество, но все-таки они завязались. И последний сорт, который есть в наличии, это Вера. Тоже очень хорошие баклажаны. Ну возможно в этом сезоне этот сорт не показал себя в полной мере. Но тем не менее плодов довольно много. Вот такие хорошие плодики. Здесь отсутствует Клоринда, которая тоже была в этом сезоне. Очень хороший гибрид. Раньше выращивал. Но почему-то в этот раз ни одного нормального плодика. И показывать нечего. И хочу компрометировать этот сорт. Уж не знаю почему. Возможно пересорт. Или еще какая-то причина. Ну на пяти кустиках практически нет плодов. А один кустик вообще погиб. Ну считаю, что в целом баклажанчики нормальные. Так что пожелаю огородникам, несмотря на все неприятности, которые иногда нас подстерегают выращивать баклажаны, получать хороший урожай. Всем всего самого доброго. До свидания.